Продолжение следует... Сделаю определенное утверждение на основании того, текста событий, которые происходят вокруг и того слова, которое написано. На самом деле мы живем во времена, когда исполнилось предсказанное Богом, что весь его народ, то есть вся церковь, станет подобным остальным народом. Собрание Христа, смешиваясь со всеми религиями, со всеми учениями, стало одной из мировых религий. Но это уже не удивительно, к сожалению. И это, или данное явление произошло по причине непослушания и неповиновения Божьему закону. Но интересно, что даже такое явление, трагическое явление, послужит к славе Божьей. Если хорошо, чтобы апостол Павел оставил эти фразы, иначе бы, наверное, мы и так и не поняли до конца этого. Потому что произойдет то, что апостол Павел сказал в римлянам 11 глава, когда он сказал, что ибо всех заключил Бог, интересно, в непослушании чему? Естественно, законом и повелением Господним, чтобы помиловать всех или всех помиловать. Каждому человеку, на самом деле, необходима Божья милость. Мы все, без исключений, все люди на этой земле, от Адама и до последнего, сколько бы ни было, доказали или доказывают свое непослушание. И никто не сможет стоять перед Богом и сказать, или похвастаться своей верностью и полным послушанием. Давайте продолжим. Идем к тексту сегодня. И продолжим открывать то, что Господь говорит через Осию. Восьмой стих. Мы сегодня во второй части, девятой главе пророка Осии. «Страж Ефрема подле Бога. Пророку раскидывает сети птицелова на всех путях его. Ставится блазн в Доме Божьем». Данная фраза переводится очень по-разному в зависимости от перевода, и от автора, и как он понял эту идею. На самом деле, опять же, я взял этот перевод или такой перевод, потому что, в принципе, буквально, ну, мотомо переведено, слова переведены. Даже где-то, может быть, не связано, кажется, не связано между собой. Ну, давайте посмотрим. В этом стихе, на самом деле, Господь делает определенные утверждения, но также есть и объяснение одного термина. Термин – это «стражи». Бог, мы все знаем через пророка, что Бог поставил стражей в своем народе для того, чтобы они всегда кричали и призывали народ возвращаться к послушанию его заповедям и повелениям. Ну, кто эти стражи? Потому что Бог здесь объясняет. В этом стихе есть и объяснение. То есть, Бог говорит терминами, и также Он и объясняет эти термины через тех же пророков. Стражи, как мы видим в этом стихе, это пророки или служителя Слова Божия. Пророки – это кто? Тот, который говорит со стороны Бога то, что Бог говорит. Понимаете? То есть, это то, что Бог передает, или то, что хочет Бог передать своему народу. В своем слове, мы знаем, что в своем писании Господь оставил, заключил свое слово. То есть, во Христе заключил все свое слово. Апостолы объясняли это слово. Потому что, когда пророки говорят, а Бог сказал однажды на все века, когда пророки или когда служители слова объясняют слово, они должны толковать то слово и понять, что сегодня Господь говорит через это слово к этому поколению. Бог всегда послал своих посланников трубить. То есть, обличать, исправлять, призывать, призывать покаянию к послушанию. Но, к сожалению, во все времена так было, и мы знаем это по откровению, так происходит. Этим служителям всегда расставляли или раскидывали птичьи сети. Их всегда обвиняли в неправильном понимании слова, в таких духовных вещах, что он неправильно объясняет. Он неправильно понял от Бога. Почему? Потому что чаще всего это обличение, а не ободрение. Дом Божий — это собрание верующих. Во все времена было так. Вражда со стражем Божьим — это когда собрание бросает духовные ловушки и камни преткновения. Это слово имеется в виду. Данный термин означает камни преткновения. Так что эти служители со временем из-за этих камней преткновения, из-за этих ловушек перестают говорить всю ту истину, которую Бог повелевает им говорить. Девятый стих. Глубоко упали они, развратились, как в одни гивы. Он вспомнит на честь их, накажет их за грехи их. Собрание сильно развратилось. А как? В чем заключается данный развращение или данный разврат против Бога? Господь объясняет. Как в одни гивы. Снова. Данные истории в Ветхом Завете, как мы говорим, или истории израильского народа в древности, являются уроками для нас сегодня. Гибея Вениаминова пришло, если вы будете читать в книге Суде, в таком духовном состоянии, что было хуже, чем Содома и Гоморра. Но Господь в 11 главе Откровений, где описывает уже последние времена, Он описывает всю землю во главе с Его народом, то есть с собранием Христа, описывает как Содома, Египет и Содома. Содом описывает самое падшее духовное состояние по причине духовного прелюбодеяния. Духовный блуд – это первый грех в отношении человека с Богом. Когда верующий смешивает истину Божию с мирским убеждением, с религиозным убеждением, с каким-то личным убеждением, это называется духовный блуд или духовным блудом. Гибея, как образ, крайне падший духовный образ общества. Ну, Господь говорит, что именно этот образ, или Он называет церковью, или называет собрание сегодня гибеей, то есть сравнивает, и данное состояние относится ко всем собраниям по всей земле. И когда настал, естественно, в конечном итоге, когда настал День Божьего Суда, который Он обещал, что придет на всех на этой земле, верующие не устояли, абсолютно никто. То, что мы говорим об остатке, остаток Бог спас, не потому что они были не в этом падшем состоянии, а потому что нашлось что-то в них, а что нашлось, прочитайте в Езекииле 9 глава. Когда, 10 стих, «Как виноград в пустыне я нашел Израиля», то есть отцов, «Как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидели отцов ваших, но они пошли к Ваалфи гору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как тот, которого возлюбили». Понимаете, что отцы наши не пошли к Ваалфи гору. Ну, в этом случае Бог сначала описывает праотцов нашей веры. Израиль – это Яков. Бог перенименовал Якова. Все обещания и обетования, которые Бог дал всему своему народу, Он дал через отцов наших. Все, без исключения. И Бог описывает наших праотцов, то есть в древности, описывает, как хороший виноград и как очень хорошие смоквы, которые их можно кушать. А что это означает? Виноград олицетворяет праведные дела в результате послушания Божьим законам. Праведные дела и правильное понимание благодаря этим законам. В Исаии, 5 глава, 7 стих, Господь объясняет виноград двумя словами – мишпад и цедакам. Мишпад – это суждение и образ мыслей по законам Божьим и образ жизни, по делам, то есть по стандартам этим законам. Цедакам описывает больше внутреннее состояние, и это праведность в результате послушания, то есть праведность, которая формируется в результате послушания и жизни по заповедям Господням. Теперь, посредством смокв, то есть смоквы, Господь описывает глав в народе Божьем, которые имеют стандарт праведности по его закону. Так Господь описывает отцов наших. Но Господь дальше продолжает и говорит, но их потомки, потому что он продолжает, их потомки, их семя пошли другим путем, то есть они пошли за Ваалфигором. Теперь, и это тоже, зачем нам эти имена, потому что они описывают, или данный термин описывает состояние сегодня. Ваалфигор был богом Муава. Теперь, Муав является для нас, то есть все эти народности в древности, они распространились по всей земле, но мы говорим о культуре, не о народности. Теперь о духовной культуре. Через Муав Господь описывает верующего, который выбирает себе служителей по собственному вкусу, и который описывает Бога согласно своему собственному воображению. Муав – это верующий, который считает, что так, как он считает, это правильно. Вот почему сегодня у нас есть поколение, ну, мягко говоря, искаженных верующих, где каждый со своей верой. У каждого своя истина, у каждого своя праведность, у каждого свой образ Бога в конечном итоге. Мы все привыкли, на самом деле мы все привыкли к фразе со стороны верующей, которая звучит примерно так. Ну, я считаю, что Господь имеет в виду вот это. И продолжает объяснение того текста, который он думает, что так это Бог имеет в виду. Ну, своего рода духовная демократия. Но на самом деле Бог не дал нам вариантов истины и выбора истины. Никогда не было и никогда не будет этого. В Божьей истине, не демократии. То есть Бог не дал выбирать между вот это тоже истина, это истина, это истина. Ну, ты выбирай, какая тебе нравится. У Бога только одна истина, и Он повелел, повелел, приказал своим служителям охранять эту истину, чтобы она не разрушилась, данная истина, в обществе. В 11 стихе Господь говорит, «Слава Ефрема улетит, как птица. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». То есть в негативном, или в смысле, что его не будет. Ну, вопрос, не риторический, к сожалению. А в чем заключается слава церкви или собрание Христовой? Ну, многие ответят, наверное, ну вот, в духе жизни в церкви, ну, в радостном таком состоянии, когда народ собирается вместе, ну, в чудесах, конечно, в многих, ну, говорение на языках, ну, многое другое, всякое такое, извините за выражение, иногда можно назвать это чужое. Ну, на самом деле, по Писанию, в чем заключается слава в народе Божьем? В чем заключается слава церкви, поместной церкви? Да очень просто. В истинной Божьей. В правильном понимании, в вечном понимании заповедей и повелений Господней. Потому что именно это, а то, что относится и к Богу. То есть в чем заключается слава Божья? Да, то, что Он всесильный, конечно. Конечно, но слава Божья, которая открылась человеку, в чем? В его слове. Но когда христианство отреклось от закона Божьего, слава собрания улетела, как птица. Господь говорит, что больше нет ни рождения, ни беременности, ни зачатия. Что это значит? Наверняка не нужно даже объяснять, что данная фраза не в прямом смысле. Но в духовном смысле. Когда собрание осталось без духовной истины, не родилось больше духовных детей и духовных дочерей, наследники царства. Позже, позже, опять же, оно идет все по нарастающему или по убывающему. Позже собрание перестало беременеть духовными младенцами. И в конечном итоге в собрании не осталось больше семени Небесного Отца. И не сеялось больше, конечно, это семя. И, наверное, мы все скажем, подождите, это ложь, потому что мы всегда проповедуем Слово Божие. Конечно, Слово Божие, оно доступно всем, и читают ее все, и можно прочитать вслух от корочки до корочки, и это будет Слово Божие, тоже Слово Божие. Но духовное Слово Божие, не то, что плоской человек слышит просто издалека. Но именно духовное Слово, не про чтение, просто Писание, но духовный смысл духовного Слова Отца Небесного, только оно может родить сыновей и дочерей для Царства Божьего. 12 стих. «Даже если они и воспитали детей своих, отниму их, прежде чем они станут Адамом». Людьми, такими словами. «Ибо горе им, когда удалюсь от них». Читая поверхностно этот стих, можно где-то сказать, что есть противоречия между 11 и 12 стихом. В 11 стихе Господь говорит, что нет больше рождения, а в этом стихе Господь говорит, что их детей, что даже они не вырастут, то есть они станут людьми, зрелыми людьми. Идея заключается в очень простом. На самом деле все рождают детей, плотской, религиозной, мирской, какой бы то он ни был, все, и в данном смысле, конечно же, народ Божий. Плотские верующие, плотское собрание рождает плотских верующих. Но Господь говорит, что собрание в этом случае останется даже без шансов иметь духовных сыновей, потому что Господь говорит, что Он отнимет их прежде, чем они станут Адамом. И снова Адам, как будто это общий термин. И на самом деле общий термин, но и не совсем. Ведь сначала мы знаем, что должен быть первый Адам, то есть плотской Адам, но затем должен пройти духовный, то есть по образу Христа. Но когда плотской, и вот почему даже шанса нет, но когда плотской верующий, религиозный верующий, или верующий, который ходит в собрание, но он еще не духовный, плотской верующий становится и теперь мирским, религиозным, или каким-то еще, у него отнимается даже шанс стать духовным. И как это происходит? Господь говорит, и горе им, когда я удалюсь от них. В этом же стихе. Что происходит, когда Христос удаляется от собрания? И не бойтесь этого термина, это происходит повсеместно, и может происходить неоднократно в жизни одного собрания. Снова термин. Собрание остается вдовой. Но женщина, то есть собрание, без духовного мужа не может родить, рожать духовных детей. Мы предположили, все мы предположили, что человек, читающий Слово Божие, становится, он становится духовным. Но Слово Божие, как упоминал чуть выше, чуть ранее, дано абсолютно всем. Любой может ее взять и читать. Станет ли такой человек духовным, посредством того, что он читает в Писании? Да никогда. И ни за что. Никак. Чтобы Господь, и теперь снова, Господь родил кого-то от своего Духа, он должен найти в этом верующем, который читает в Писании, конечно, послушание, веру, смирение, искренний поиск, поиск духовной истины, страх перед Богом, и другие вещи, которые Господь считает, что должны быть там, и тогда, когда Господь находит это, решает, кого родить от своего Духа и кто не достоин принять от Его Духа. Наши доктрины всегда и все в христианстве говорили, что каждый, кто верит в Господа Иисуса, рожден свыше, рожден от Духа Его. И это чистая ложь. Рождение свыше зависит исключительно от Бога и тех качеств, которые он находит в этом верующем, которые соответствуют его Писанию. Слышание и слушание Божьего Слова это начало пути для получения Духа Христа. Но если этот человек не проявляет веру, послушание, который видит только Бог, что в сердце и разуме этого человека, он не получит от Духа Христа. И не зависит это от служителей, от учений и все прочее, потому что каждый человек индивидуум и Бог имеет дело с каждым в отдельности. Только Христос есть тот, который следует внутренности сердца человека и только Он знает, что в этом человеке. Потому и Он только и решает, кому дать от своего Духа, а кто не достоин своего Духа. Следовательно, когда, потому что даже если тот, который получил от Духа своего, когда Дух Божий уходит, оставляет, покидает человека или собрание, это самое трагическое состояние. В этом случае никто, абсолютно никто в этом собрании ничего не может сделать, чтобы родить духовных детей. То есть это просто невозможно. 13 стих. Ефрем, я вижу его как Тир, насажден на прекрасной местности, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Очень тяжело для перевода, очень сложно для перевода этот стих, и многие даже Тир здесь даже не перевели. В некоторых переводах даже нет этого слова Тир, хотя на еврите это есть. Через Тир Бог описывает образ материализма с его идеологией и материалистического человека. Тир описывает экономику и образ мыслей по отношению к временному богатству. Новый Завет называет это, и Господь Иисус называет это Мамона. Тир с мышлением Мамона завоевал всю землю, всю землю. Кстати, если вы хотите побольше узнать о Тире и Сидоне, Тире и Сидон, они идут вместе, читайте Езекииля 25, 26, 27 и часть 28 главы. Тир с мышлением Мамона завоевал всю землю, включая, что он также вошел и в церковь. Служители восприняли это мышление материализмом, оправдали ее с помощью Писания, ну, такими примерами, как Аврам был богат, пример Соломона, который был очень процветающим в этой жизни, учили верующих в собрании. И сегодня мы удостоились чести иметь поколение верующих, чисто материалистических, любящих богатства, даже не знаю, кого больше, господа или богатства, больше, наверное, чем собственную плоть. Другими словами, верующий сегодня в каком-то смысле служит и богу, и мамоне. Но данное явление является самоубийством. Такое учение и мышление убивает даже шанс у верующего стать духовным и родиться свыше. 14 стих. Дай им, господь, дай им, господи, что ты дашь им? Дай им утробу, которая прерывает беременность и сухие сосцы. Утроба, которая здесь именно в таком смысле переводится, которая не доносит беременности до рождения. Проклятие, которое приходит в результате смешивания Божьей истины с другими учениями, какими они бы не были, это отдаление Бога из среды этих верующих, отсутствие духовных детей и в конечном итоге отсутствие духовной пищи в собраниях. 15 стих. Все зло их в Галгале, там я возенавидел их за злые дела их, изгоню их из дома моего. Дом мой это образ царства Божьего. Не буду больше любить их, все князья их отступники. Галгал тоже термин, который мы не первый раз находим в Осию. Эта фраза является подтверждением на самом деле предыдущей фразы в Галгале, то есть отступничество или отдаление от Бога. В Галгале, если вы помните историю, народ просил еще при Иисусе Навине, простите, не при Иисусе Навине, а при Самуиле, в Галгале народ просил себе царя, чтобы они были похожи на всех остальных, на прочих народов. Этим Господь сказал, что они на самом деле отвергли его как царя, и потому с того времени в принципе Господь отвернулся от них и являлся через судей, как следствие этого. Но это истинно сегодня по отношению ко всем собраниям по земле во всем мире, кроме небольшого остатка, которого Господь спас. из-за смешивания Слова Божьего с мировыми религиями, с разными учениями, Дух Господа сегодня покинул собрание Христа. Бог остается царем в жизни общества, когда есть полное повиновение всем Его законам и заповедям и повелениям. Но когда Дух Божий покинул собрание Христа, то есть после того, как Дух Божий покинул собрание, или со временем, потому что это же не в момент происходит, а на протяжении поколений, потихоньку и потихоньку. Когда Дух Божий покидает собрание, и это образ христианства сегодня, христианство на самом деле утратило образ Царства Божьего и, как следствие, естественно, потеряло также и доступ в Царство. Если бы служители не были бы такими упрямыми, потому что Господь всегда оставлял своих стражей, чтобы призывать и служителей, чтобы вернуться к Слову Его, то, особенно, когда речь идет об истине Божьем, то мы бы не оказались в таком состоянии, ну, как христианство по всей земле. 16 стих. Пораженный Ефрем иссох корень их. Не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умершлю вожделенный плод утробы их. Корень их иссох. Означает, что христианство осталось без источника живой воды, то есть без того, откуда он бы всасывал живую воду. Все, что вырастает сегодня, как Господь уже сказал неоднократно через осень, все, что вырастает из этого корня сегодня, только терни и колючки. Поэтому Бог говорит, что Он отвергает таких детей, потому что это не его дети. 17 стих. Отвергнет их Бог, потому что они не послушались его и будут скитальцами между народами. И этим, в принципе, заканчивается история христианства или церкви Христовой по всей земле от Христа до Христа. Этот стих в совершенстве исполняется сегодня по всей земле. Бог покинул собрание, забрав свой дух и собрание блуждали, блуждали, пока все мы не смешались с мировыми религиями и философиями, мышлениями. Бог воскресил, естественно, небольшой остаток, чтобы человечество не осталось, как Содома и Гамора, то есть, чтобы не было полностью опустошено и без шансов или без надежды на жизнь. Но в ближайшее время и в ближайшем будущем, надеемся, что это очень скоро произойдет, через этот остаток, после воскресения, через свой дух, Господь Бог оживит снова все. Даже языческие народы, которые сегодня без Христа, их Господь оживит. И это будущее. Состояние сегодня или ситуация сегодня в мире такова. Господь предупреждал, показывал, опять с нашими глазами, мы никогда не понимали, не видели это. Ну, реальность есть реальность, и от нее ни в коем случае невозможно убежать. Невозможно убежать просто. Ее можно только воспринять, чтобы понять, что нужно делать, или можно ее отстранить или отклонить и не принять ее. Но реальность такова. Мы пришли к такому моменту, и в любом случае к славе Божьей послужит то, что Он проявит милость ко всем. До того времени или до того дня, когда наконец-то откроются эти сыновья, и когда наконец-то начнется все оживлять, когда воды живые потекут и в море, и в реках, для того, чтобы снова ожило все живущее там в морях и в реках, а до того времени давайте бодрствовать, особенно сегодня, бодрствовать, чтобы мы оказались стоящими на ноге перед тем, кем мы хотим стоять на ноге, и да поможет нам Господь до того времени не упасть в надежде своей. Будьте благословлены, спасибо еще раз, если остаетесь рядом с нами, надеемся, увидимся через 7 дней, если Господь позволит. Спасибо, до свидания.